Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В прямом эфире радиостанции «Радонеж», ставшей уже постоянной передачей «Любовь и верность». Ну, вы знаете, что мы рассказываем о семейных отношениях, причем часто и откровенно достаточно, ну, о той ситуации, которая ведет к семейным отношениям, и о тех, которые ведут даже и к распаду. Ну, это я так, для вступления. Сегодня, на самом деле, передача будет не как не о распаде, а о созидании семьи. У микрофона главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Я веду эту передачу. А гости у нас сегодня не очень обычные. Сейчас пару слов, потом я представлю, чем необычные. Ну, потому что один из них в одном лице эксперт, подкогу он священник, но в другой, первый так назовем. Вот, и еще одна героиня. Мы с отцом Александром Мартыненко и с Ириной Медведевой, психологом нашим, обещали, что в конце такого подцикла о детях, взрослых, маленьких, о конфликтах с детьми, о разных методах воспитания, о месте жены, если помните, была передача совсем недавно «Работать, не работать», это при том, что достаток есть, много вопросов поступало. Вот, мы обещали, что к нам придут, наконец-то, герои. То есть, родители, ну и, конечно, многодетные родители, потому что тоже говорить о тех, у кого один ребенок в течение 20 лет рождается. Наши задачи с вами, православных людей, совсем другие. Тем более, что рождаемость в нашем Отечестве, как мы тоже с вами говорили, небольшая. Больше, чем во Франции, но все равно 1,6 детей, вместо 2,6, чтобы воспроизводиться. Да, вот такая печальная картина. Отец Александр представляю, вы отлично знаете, это отец Александр Волков. Он вчера, по-моему, был тоже в прямом эфире, рассказывал про собор, руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха, и его супруга Варвара Андреевна, то есть, матушка Варвара. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, они многодетные родители. Конечно, у них всего 5 детей. Всего, это я так с улыбкой, потому что, ну, это много, они люди не старые. Вот, совсем. Они 30 с небольшим лет, и одному ребенку 2 года, а так, примерно другому, скоро 11. То есть, ясно, что запал большой. У нас есть, конечно, очень многодетные батюшки отдельные. Всем вам известно, участвовал у нас в передаче вообще очень активный человек, отец Александр Ильишенко. У него 12 детей. Он уже взрослый человек, седой. Но он бьет рекорд по внуку. У него 39 внуков. А вот есть батюшка, например, мы о нем в православной беседе пишем отец А. Ну, он мне полномачивал о себе говорить. Фамилию не скажу. Он в одном, так сказать, в Олжском таком городе живет. Мы о нем сейчас пишем. У него 18 детей. Всего 25 внуков. Ну, вот видите, взрослый человек. И вот сегодня мы будем говорить, наверное, о том, с отцом Александром и с матушкой Варварой, о чем говорили в последних вот пяти передачах. А говорили мы еще раз о том, работать, не работать для жене. Наверное, этот вопрос у нас сегодня отпадет. Мы, впрочем, выслушаем мнение предостатки. О системе воспитания, директивной и недирективной педагогики. Напоминаю, что это такое. Собственно, воспитывать или модно либерально не воспитывать. О восстании детей на родителей. Ну, здесь, может быть, рано говорить. Это старшие дети. Ну, вот о том, о чем мы слышали в последних передачах. Уж не буду совсем повторяться, потому что поговорим сегодня. Я вот приготовил, кто смотрит нас по видео. Вот куча вопросов. На них частью ответили, а частью нет. Потому что вообще спрашивать можно и нужно по телефону прямого эфира. Сейчас я его назову. 4-9-5. Это преамбула. Далее. 9-5-9-5-9-30-9. Прямой эфир. 9-5-9-5-9-30-9. Не все звонят, некоторые стесняются или готовятся к передаче. Ну, такая передача у нас. Тут разные вопросы. И вот поэтому они присылают их письменно. Но это нет. Матушка меня смотрит с ужасом некоторым. Не все вопросы мы будем задавать сегодня. Через один. Через один. Да, правильно, отец Александр. Вот тут Лев нам прислал, по-моему, человек сразу 10 вопросов. Мы их еще раз повторим. Некоторые будем повторять. Почему? Потому что сегодня у нас, ну, те, кого он назвал героями. Хотя могут быть как подготовленные люди и экспертами. Ну, вот отец Александр пусть и нас не обижается, вот поскольку он мужчина, все-таки глава семейства. Но первый вопрос я хочу задать. А дальше начнем про собеседование. Матушки Варвары. Он такой. Все-таки маленькая прям была. Вот пятую передачу назад женщина прислала вопрос, такой какой-то удивительный. Вышла замуж, венчалась, боюсь рожать. Мы сначала, мы сидели с Медведевой, известной вам психолога, Ирины Яковлевны, сначала не поняли, думали, боится в смысле беременную, но как-то так к врачу надо обратиться. Нет, вообще боится рожать. Вот не знает, как быть в семье-то. Так вот, матушка, а решимость откуда? Пять детей все-таки немало. Откуда решимость? Вы боялись рожать, вот в этом смысле, стать матерью? Расскажите. Ну, у меня такой вопрос никогда не стоял. Я никогда не боялся, даже, честно говоря, никогда не об этом не задумывался. Вообще, что вот так вот, так сказать, одного за другим. Ведь перерыв какой? Смотрите, ну, у меня немного детей, трое, и уже теперь видно все, да. Ну, 2,10, это значит, ну, через сколько? Через два года, да, примерно, получается? Да? Расскажите, расскажите, все-таки люди боятся просто, не понимают, как. Не обеспечить даже бояться, мельче, что возникает, какая ситуация? Вот женщина, что-то боится рожать. Ну, честно, я не очень понимаю вопрос, потому что я даже не знаю, какие у женщины проблемы. Может, я как-то так, сказать, психологу, или какие-то психологические, скорее, проблемы. Потому что, ну, это такой вопрос неожиданный. Для женщины неожиданный. Потому что, ну, как бы, предназначение женщины, мне кажется, это как раз, я бы сказала, не только рожать детей, но рожать детей. Если ты замужем, слава Богу, если у тебя есть какая-то и не замужем, и получилось так, что ты ждешь ребенка, конечно, ему надо родить. Я, знаете, с самого раннего детства меня так мама воспитывала, что, хотя семья была, ну, около церковной совсем неверующей, вообще у нас там было сложно очень с этим вопросом, но всегда, даже когда я ничего еще не понимала, и вообще была еще маленькая, была такая установка. В любом случае рожать, я просто даже не понимала, что это такое, но это как в подсознании ко мне записалось. И мама всегда говорила, в любом случае, что бы ни случилось, хотя я не понимала, что может вообще случиться там с девушкой, мы будем рожать. Поэтому для меня такого вопроса, рожать или не рожать, не стояло. Ну, как это, тем более, если ты, как бы, если ты выходишь замуж, да, за любимого человека, как это, ну, вот. Ребенок – это естественное продолжение, и вас двоих, да, соединение этого единого целого, как бы, вот, дальше, да, это, как бы, даже не знаю, в чем здесь проблема, вот, именно в смысле, вот, рожать или не рожать в этом, да. То есть не рожать, рожать, некоторые боятся боли, некоторые боятся рожать в смысле физиологических вещей. Да, это все равно. Это, ну, это вполне правданно, потому что рожать тяжело, о чем говорить, конечно. Конечно, рожать больно, рожать тяжело, беременность дается. Многим, знаете, вот, я сразу хотел бы сказать, что... Да, да, скажите. Очень многие говорят, у вас только 5 родителей, а вот там у некоторых 10 детей. Или там, ой, у тебя... Все еще впереди. Да, ой, вот еще впереди. А вот у некоторых один ребенок, и вот, а что это у вас один ребенок? Вы знаете, я хочу сказать, что Господь каждому дает свою меру. И нельзя ни в коем случае переносить свою личную меру на другого. Нельзя мерить свою личную жизнь другими мерами. И давать оценку, переносить какие-то свои личные воззрения, свои личные устроения жизни на других. Каждая ситуация, она уникальна. И, может быть, один ребенок, это благословение Божие. И я все время вспоминаю патриарх Алексея Второго, он был единственным ребенком. Да, единственным. Он был единственным. Понимаете? Поэтому в каждой ситуации нельзя говорить, что вот один это плохо, а 5 это хорошо. А 18 или 19 это еще лучше. У каждого своя мера. Каждая по-разному переносит беременность. Это очень тяжело. Не надо думать, что женщина... Это очень легко. Это очень тяжело. И каждая... А некоторым это очень легко. Поэтому она родила 9-10, и ей прям... Ну, знаете, я знаю семью, прекрасную семью, где 9 детей. И матушка мне рассказывает, я после родов... Это такой для меня подъем, я просто вот... Это самый вот пик моей активности. Я готова там, наверное, работать, бегать, прыгать, еще жить. Я знаю людей, которые после родов восстанавливаются 2 года. Ну, это же, понимаете, разные вещи. И поэтому нельзя сравнивать. Вот очень часто к этому прибегают методы, но нельзя ни в коем случае сравнивать. Мне кажется, на самом деле, нужно избегать такого, знаете, православного стандарта. Вот это вообще наша православная попытка все стандартизировать и привести к какому-то общему, как бы православному знаменателю, она очень часто чревата какими-то неправильными последствиями. Потому что даже сейчас вот в новостях опять муссируется тема о том, что какие-то люди предлагают ввести православный стандарт на продукты питания. Примерно как там в исламе есть халяль или там в иудейской культуре кашер. То же самое как бы вот пытаются ввести, предлагают ввести у нас. Но на самом деле, вот если расширять эту тему, да, то вообще в принципе не надо ничего стандартизировать. И тем более в такой интимной, тонкой, очень непростой области, как деторождение и вообще семейная жизнь. Это вещи абсолютно друг от друга зависимые и никак нельзя их разделять. Не будет счастливой семьи без счастливого деторождения. И наоборот, несчастливое многочадие, да простят меня наши люди, которые, так сказать, как-то может быть строже относятся, но несчастливое многочадие приводит к разрушению семей, в том числе православных. Я это вижу уже не в своей, слава Богу, семье, но в таком пасторском опыте, и то, что я вижу в церкви. К сожалению, иногда наши православные, обычно православные мужчины любят своих жен заставлять рожать детей. Вот мол, ты давай, ты у меня как станок. Вот родила, отдохнула там, то есть выкормила, да, и давай следующего, что нам тут ждать, давай быстрее, быстрее, поскорее. Вот у Васи соседа, у него там уже нас на полтора ребенка впереди, да. Но это неправильно, во-первых, это не духовный подход, потому что без милосердия, без любви и без рассуждения, а во-вторых, совершенно контрпродуктивно с точки зрения устройства семьи. Каждому должно быть, каждому Господь дает столько, сколько можно. Наше дело и наша человеческая возможность заключается в том, чтобы разглядеть те дары, которые нам дает Господь. Вот иногда бывает, одному дается 10 талантов, и он их видит, а другому дается один талант. И он его должен увидеть, что у него один талант, а не 10. Потому что если человек, у которого будет один талант, будет считать, что у него 10 талантов, он надломится и не сможет ничего сделать. И в семейной жизни, собственно говоря, все это, мне кажется, так и реализуется. Потому что каждому свое, слава Богу, конечно же, если в семье много детей, и Господь посещает многочадием и благословляет нас этим, и это всегда ветхозаветная история, когда еще тогда, в древние времена, многочадие считалось благословением Божиим. Но, во-первых, и сейчас немножко времена изменились, а во-вторых, мы должны понимать, что, опять же, еще раз повторю, каждому свое. Тут надо ко всему, и в первую очередь к семейной жизни, нужно подходить с рассуждением, а не с какими-то стандартами. Я понимаю, спасибо. Прекрасные ответы. И, казалось бы, на это можно было бы все и закончить. Однако нет. Однако нет, очень рано, потому что мы уже говорили и сейчас, и ранее, о том, что не все в нашем Отечестве в порядке с деторождением. И все-таки хорошо. Вот вы сейчас ответили так же примерно, как один из лавровских стартов. Но если хочешь до конца смириться, то рожай сколько Бог даст. Ну, одной женщине, которая поехала к известному старту, сейчас очень пожилой человек, почти не принимает. Но она не смирилась. Я к чему? И родила одного ребенка. То есть, на самом деле, ведь, отец Александр и наша скорая, это же подвиг. И, ну, конечно, в общем, да. Пять это уже много для нашего времени. Живем в 19 веке. Вот. Все понятно, то, о чем вы сказали. Но все-таки ведь должна быть определенная какая-то, так сказать, единодушие, единомыслие, чтобы это происходило. Конечно, я про это говорю. Потом, потом, вот мы говорили в прежних передачах о месте жены. Ну, в том, что она работает дома и что, так сказать, наверное, при такой ситуации раздались тут же звонки и записки, а как же мне сидеть, а как же я вот так ученая, босая ходить по дому, и тут возникают уже проблемы. Ведь вы, матушка, наверное, при пяти детях из занятости мужа, он теперь на должности. Вот даже не просто священник, то есть двойная у него работа. Вот он и священник, он и пресс-службой заведует. Вы же не надеетесь, наверное, что он с утра до вечера будет заниматься? Ну, есть такие мужчины. Надеетесь, просто это не получается. И у вас тоже не так много времени. Значит, все-таки еще раз вопрос. Откуда единомыслие и откуда такая решимость? Все-таки силы на подвиг должны быть. Вы рассчитывать что-то должны, проще говоря. Вот пять. Ну, не надо. Хорошо, матушка сказала про одного ребенка, про патриарх Алексеев. Хороший ответ. Прямо литературный такой, философский. И все-таки всем живем вот в городах, ну, некоторых селах, конечно. Там, может быть, даже удобнее кому-то коляску на улицу поставил и ушел. А вот все-таки как вы это рассчитываете? Да нет, конечно, никаких расчетов. И вот это, с другой стороны, я думаю, что расчетов, вот, практических, да, расчетов, их не может быть за исключением, конечно, каких-то серьезных медицинских показаний. Вот если они есть... Ну, мы сейчас не медицинские случаи, у нас не медицинские. Да, медицинские случаи мы не описываем. Но, с другой стороны, нужно просто понимать, ну, что мы вместе идем дальше. Мы готовы вместе создавать нашу семью, воспитывать детей, рожать, воспитывать детей. А вот конкретные сроки, их количество, это все уже то, что возникает всегда последовательно и естественно. Если мы с этой естественностью и нормальностью жизни будем бороться, либо тем, что нет, мы родили одного ребенка, затем мы должны закончить карьеру жены, потом карьеру мужа, потом еще одного родить, потом купить квартиру. А нет, лучше все же давайте купим квартиру, а потом уже второго ребенка родим. И так вот, конечно, к 35-40 годам семья придет, наверное, к фиаско или, по крайней мере, к полному разочарованию. Потому что детей не родили и, в общем, и застряли в ипотеке. И застряли в ипотеке, и жизнь вообще не туда, не в тех каких-то параметрах устроена. И, с другой стороны, наоборот, то, что я уже говорил, не нужно на скоком рожать сразу там 10 детей, и потом видеть свою жену, немножко свихнувшись и полностью истощенной, не улыбающейся и не желающей ничего в жизни, кроме как отвернуться к стенке никого, ничего не видеть. В том числе и, в первую очередь, своих же детей. Это очень опасная история, когда можно нарожать много детей, а потом не желать и не иметь силы, возможности их воспитывать и давать им улыбку, счастье и радость жизни. Поэтому это все нужно взвешивать. Взвешивание не означает ограничение, взвешивание означает рассуждение и молитва Богу о том, чтобы он вразумил. И в этом смысле, конечно, вы говорите, откуда сила, откуда решимость. Решимость, в первую очередь, конечно, на мой взгляд, от молитвы и от уверенности всегдашней в том, что Господь не оставит. Вот это у меня лично, в моем личном мироощущении, в нашем сваре, совместно в семейном таком следовании всегда это так. Мы всегда уповаем на Господа, который нас никогда не оставлял и никогда мы видим, что не оставляет. Бывали ситуации, когда у нас совсем кончались деньги. Я понимал, что мне, как у всех, собственно говоря, в молодом возрасте, не было денег ни на что. Я понимал, что мне ничего не остается, только сесть в машину, поехать зарабатывать. Ну да, бомбить, бомбить. Ну я действительно тоже довольно давно уже, но все же, честно, мне некоторое время заработал. Ну, некоторое время, но несколько раз было, когда мне уже был критичен какая-то сумма денег, я должен был ее заработать. И при этом же самое интересное, помолеясь Богу, я садился в машину, и мне нужна была довольно большая сумма денег, и я ровно за ночь зарабатывал эту сумму, плюс 500 рублей на молоко и колбасу. Господь не оставляет никогда. Вот вы предварили мой вопрос. Я хотел спросить вас и матушку, не знаю кто, но вы уже как бы ответили, да. То есть это происходит независимо от достатка все-таки. То есть мотивация, наличие даже не ипотека квартир и такой вот уже устроенной жизни, она устраивается в процессе? Я думаю, в процессе устраивается, и устраивается так, что мы не всегда можем даже понять, как она будет устроена. Главное с упованием смотреть на все, что происходит. Вот один, кстати сказать, я хочу вопрос проиллюстрировать, наш разговор для наших слушателей. Вот словами отца Дмитрия Смирнова, известного священника, когда речь шла, как-то я помню, ну, в форум боролись с убийством детей в очреве, то есть с абортами. Встала какая-то женщина, долго слушала, опять завела песню о том, что квартира маленькая, поэтому, значит, и аборты делала. Дмитрий просто ответил и запомнил это на всю жизнь. А вы не понимаете, что у вас на самом деле квартира маленькая, потому что вы детей убиваете. Вы детей не убиваете, у нас квартиры будут большие. Но напоминаю, что будут у нас вопросы еще, что в эфире передача «Любовь и верность». У нас сегодня в гостях герои, многодетные родители, священник, известный вам, отец Александр Волков, его жена, матушка Варвара. Передачу веду я, редактор журнала «Православная беседа». Телефон в студию, префиск 495, ну, а дальше 959-5939. Вот поступил нам звонок, пожалуйста. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Меня слышно уже, да? Да, слышно, слышно. Вот, я хотела такой вот вопрос задать. Вот вы сказали, кто работает, вот муж или жена, а я вот оказалась, ну, как бы я близкой знакомой, семье, у которой ребеночек 9 месяцев, жену вызывают на работу, просят, чтобы она вышла, очень хорошая зарплата, и там должность есть. А муж 15 тысяч, получает всего, вот так и для Москвы это очень мало. И я как бы посоветовала, он управляется с ребенком хорошо, посоветовала, говорю, оставайся ты дома, с ребенком, в общем-то. Ну, он как бы мужское достоинство, как, ну, не надо, ему такой работы нету. Вот как вы, ваше мнение, скажите, пожалуйста. Спасибо, спасибо, матушка. Я думаю, Варвара нам ответит. Вот. Ну, и хочу сказать, что я работаю всегда. Максимум, сколько я могу провести с ребенком дома, это полгода. Потому что моя работа творческая, это хор, это дети, и очень тяжело. Мне тяжело без работы, я всех детей с собой беру, и как-то не могу дома. Отец Александр меня быстро выпихивает на работу, потому что понимает, что эмоциональный градус в семье падает вниз, когда я дома сижу. Понимаете, я очень эмоциональный человек, я быстрый, я делаю все по дому. Я не то, что там лежу на кровати и умираю, когда нет работы. Нет, я все делаю, но переделываю это очень быстро, и мне нужен дальше выход энергии. И я не могу без работы. Я параллельно еще учусь, заканчиваю академию, и музыкант очень долго учусь, 9 лет. Конечно, с академией, но в Несенскую академию... Как врачи практически. Ну да. И я вот заканчиваю в Несенскую академию, и могу сказать, что я дома не сижу. Просто вот к тому, что не сижу. Вы знаете, если мама работает, и маме хорошо, 9 месяцев это большой малыш уже почти, это почти год. И почему бы я не пойти работать? Я не могу давать советы, да или нет, но почему бы и нет? Почему бы женщине не работать? Я не считаю, что это очень позорно. Вот я знаю истории, когда там папа отказался гулять даже с коляской, потому что сейчас что-то не мужское дело. Я считаю, что это ерунда. Я считаю, что если мужчина не уверен в себе, значит, ему стыдно пойти с своим ребенком гулять, если... Ну, я считаю, что это какая-то неуверенность в себе. Вот еще вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, какое место Христос занимает в жизни многодетных химий, в Вашем, например? Спасибо, это батюшка, наверное, ответит. Спасибо, такие сложные, с другой стороны, легкие вопросы. Легкие, потому что всегда нужно ставить Христа на первое место в своей семье. Во время Таинства Венчания мы, собственно говоря, и обещаем Богу ставить его на первое место в семье. Таинство Венчания связано с Таинством Евхаристии напрямую исторически и по смыслу. И, собственно говоря, Евхаристия, чаша, стоит и в центре семейной жизни. Ничего другого быть не может. И никаких других лучших советов я никогда не слышал в жизни, кроме как совета нашего с Варей общего духовника, когда он нас венчал, он сказал, что в центре вашей жизни, что бы то ни было, и какие бы сложности ни возникали, должен стоять Христос. А если будет так, то все остальное в жизни будет абсолютно, ну, в достаточной степени легким, преодолимым и решаемым. А вот если вы Христос отодвинете в Бог и поставите в центр детей, свою любовь, там, заботу друг о друге, то тогда, конечно, будет не очень хорошо. Да, то есть Христос посреди нас. Христос посреди нас. Да, вот еще один звонок, пожалуйста. Видите, как пробудились все. Да. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Георгий звонит. У меня просто несколько вопросов. Я не утверждаю, но хотел бы просто знать ответ. Вот с одной стороны, значит, Господь нам дал заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, строяйте там синергию с Богом по райскому саду. Ну и причем в оригинале на иврите написаны более откровенные слова. Не мужа и жену сотворил их, а иши иша сотворил их, то есть самца и самку сотворил их. Это вот это вопрос. Второе, я просто его совокупно. А в чем вопрос-то? Сейчас я три буквально позиции объясню и скажу, как это, с вашей точки зрения, вы это все совместите. Пробратные процеды. Второе, значит, это самое, да, вот я, если говорить, зазбился. Вот мы утверждаем, вот и батюшки, естественно, подтверждаем, и нас учит рада не всегда, что все вопросы мы должны рассматривать с точки зрения специфики вечности. И вот я так увидел, что некоторые вопросы о том, как бы хорошо при этом тут устроиться и так далее, вот в вашем беседе, это не с точки зрения вечности, а с точки зрения, как вот здесь быть, как и хорошо. Но тогда в таком ситуации нам придется через некоторое время кормить игиловцев, которые на эти самые, в этих вопросах у них затруднений нет, как надо поступать. Вот я разрешил. Да, спасибо, пожалуйста, сейчас вам отец Александр ответит, то хочу сказать, что как-то у вас определенное противоречие в двух положениях, чтобы наши остальные слушатели не сбились. Сначала вы нам сообщили про деторождение, но мы-то как раз и говорим о том, что рождать-то уже как бы совершая подвиг, вот, а потом что-то такое про, так сказать, каких-то игиловцев. Вот мы об этом сегодня и разговариваем, да, отец Александр, я не понимаю. Да, я, честно говоря, тоже немножко запутался в том, что... Я думаю, вы скажете, как-то так начиналось, когда с Эверида был перевод, что иногда ведь как у нас все-таки, я вот не знаю, согласитесь вы со мной, с матушкой или нет, все-таки мы уже про это говорили и пишем в журналах наших, в книгах и в передачах, говорим, что все-таки начальная цель брака, это даже не деторождение, а создание малой церкви. Потом, как естественное, как учить на церкви, если нет никаких, ну, там, понятно, физических и иных препятствий, это деторождение. Потом, ну, создание той самой ячейки, простите меня, которую нас учили. Ну, и передача, собственно, вот этой ячейки наследства, верно? Традиция, опыт. Традиция. Конечно, но в целом-то, конечно же, в первую очередь, семья – это союз мужа и жены. Да. И даже если в этом союзе есть поношение бесчастства, как у Иоакима и Анны, то это не мешает этому союзу так или иначе войти в библейскую и евангельскую историю, простите меня. Поэтому тут надо все разделять. Опять же, правильно расставлять приоритеты в жизни. Деторождение – это важнейшая вещь для любой нормальной семьи. Но, вот, честно говоря, это вот меня немножко пугает, это наша современная попытка все как-то представить и повернуть лицом к нашим исламским, исламской части нашего общества. Когда начинают говорить, что вот, посмотрите на них, у них там плодятся и множатся, там, десятками и сотнями, а у нас, значит, никого нет. Ну, формально, действительно, в этом есть проблема, и действительно, нам нужно рожать больше детей. Но вот это вот объединение этих тем, оно в корне неправильное, мне кажется, потому что тут немножко разные должны быть подходы все же. Но, еще раз повторю для наших радиослушателей, моя точка зрения, несомненно, рожать нужно столько, сколько Бог благословит, но благословение Божие – это в том числе и благословение рассуждений. А я еще раз для наших радиослушателей повторю наш телефон, потому что вопросы вот у нас поступают, вот сейчас я задам их письменно, сейчас принесли только что, но все-таки я обязан, так сказать, еще раз сказать, что в эфире передача «Любовь и верность», передача о семье, что у нас сегодня в гостях супруги, известные вам, в том числе и по передачам Радниша, отец Александр Волков и его супруга, матушка Варвара. Вот, ну, задаю им вопросы и беседую с ними, я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», а можно нам звонить по телефону, который многие знают, конечно, но не все. 4, 9, 5 сначала, потом 9, 5, 9, 5, 9, 39, 9, 5, 9, 5, 9, 39. Ну вот, тут поступили вопросы письменные нам, да, вот они к вам вместе, наверное, хотя, думаю, к матушке, которая у нас бодро учится, руководит хором, как мы понимаем, вот, и не может дольше полугода быть дома. И вот уже Николай спрашивает нас, а нужны ли няни многодетной семье? Мы, кстати, вот в этих 5 передачах говорили об этом, не открываю секреты, там были, так сказать, такие интересные пункты, потом вспомню. Как вы справляетесь с малышами? Ну, она справляется. Можно ли отдавать, это то же самое, что и няни, в сад? Вот 10 лет уже ведь с 4-5 ходят, так я уже подзабыл, вот, на самом деле. Вот эти вопросы понятны, да? Да, на мой взгляд, что касается нянь, я, если можно, начну ответ, а потом уже матушка продолжит. Все, опять же, нужно взвешивать. Нет никаких стандартов и рецептов. Ну, если есть семья, в которой супруга готова сидеть дома, может сидеть дома, но даже не работать, а просто воспитывать детей, больше ничем не заниматься, и в этом смысле не уходить в себя, а заниматься детьми и радоваться жизни, если для нее в этом не нужны дополнительные стимулы, слава Богу, пускай сидит дома, и муж будет спокойный, что так у него все хорошо. Но это зависит от внутреннего психологического состояния человека. Один фолигматию, другой сангвиник. Правда же, мы этого не понимаем. А если другому человеку нужно и необходимо работать, он должен работать. В этом нет, опять же, ничего плохого, и в нашей семье так и есть, и матушка моя работает, и я очень рад. Что касается, в этом же смысле, тоже, опять же, няня. Если няня нужна только для того, чтобы, я не знаю, самой бездельничать и ничем не заниматься, это одно. Другое дело, если средства позволяют при большом количестве детей иметь какую-то помощницу, это прекрасно. Потому что, на самом деле, жизнь в семье не должна сводиться к сковородам и иглашке. Не должна. И в жизни нужно находить другие поводы для какого-то утешения и радости, кроме как все эти вещи. Если есть возможность это на кого-то переложить, то в этом нет ничего плохого, ничего антихристианского, ничего морального. Это традиции, которые всю человеческую историю сопутствуют любой семье, в любых больших семьях всегда были помощники. Да, конечно же, они были часто и на основании родственных отношений, мамки, бабки, там все прочие. Но сейчас у нас другая немножко история современная, и семьи, к сожалению, не имеют такой сплоченности, как раньше. Если есть возможность, если есть необходимость, берите няню, не смущайтесь этим. Мне кажется, в этом нет ничего плохого, если жена лишний час проведет с мужем где-нибудь погулять по городу, чем будет очередной раз кладить или мыть полы. Это мое субъективное мнение, не знаю, что скажет. Да, что скажет, а матушка? А няня у вас есть? Вопрос-то. Есть у нас няня, конечно. Есть у вас няня, да? Есть. Ну что, вы скажите что-нибудь, вы как-то так смиренно. Вот так, что... Хорошо. Нам, когда у нас появилось двое детей, нам один священник сказал, отец Александр, он сказал, слушай, говорит, хочешь, чтобы тебе была спокойная, хорошая жена, бери няню. Я помню, отец Александр внял очень быстро. И, знаете, дело вот в чем. Дело в том, что, вот правда, отец Александр сказал, что никогда исторически не было таковою, не было такой ситуации, за редким исключением, когда женщина оставалась дома, с домашними делами, совсем с готовкой, и теперь вынуждена, потому что мы живем в городе, с гулянкой, понятно, что это за год немножечко легче, да? С детьми, с обучением, с одеванием, с магазинами одна. Такого никогда не было. Да, да. Если мы существовали... Всегда же были большие семьи. Если это была деревня, это была куча родственников, да? Ну, понятно, что были какие-то исключения, но все же. Это были сестры. Это была система семейных отношений. Кто-то держала, она была в поле, да? Да, женщины выходили сразу работать. Она родила, там, через месяц пошла работать в поле. И то, не во всех народных культурах так. Да, у нас была няня узбечка, прекраснейшая женщина, и она мне рассказывала, такого вообще нет. Куда вы бегаете все? У нас женщина, когда рожает, исторически, сейчас так, она на срок не перебирается к матери после рождения. Ее муж не забирается, то есть он везет ее к матери. Там за нее мать и все сестры, и кто-то мать делает всю работу. Она только лежит и ест. Она говорит, куда вы встаете? Я вам лепешек испекла. Она говорит, куда? Это не важно. Она говорит, за 40 дней, тоже вот интересно, 40 дней, да, женщина восстанавливается более-менее, и тогда она с ребенком возвращается к мужу и к детям. А за теми детьми, если были младшие, следят какие-то родственники, родственницы мужа. Это, конечно, другая традиция, но тоже она имеет право не существовать, потому что она обоснованно связана с... Мы сейчас обострим, сейчас будет коллизия. Дело все в том, что у нас была передача по этому поводу не с героями, а с экспертами. Позвонил женщину-врач и сказал очень просто, православную. Сейчас прям сразу вам, вот как у вас с этими, что вы думаете. Кстати, у нас и садик там еще висит, это ведь меня не и дома. Да, помните, это ведь, нет, это посторонние люди. Вы говорите сейчас, небольшое прямо было вступление, про, ну, прежние родовые и семейные отношения. Конечно, и бабки, и няньки были, но у простых людей тоже помощницы, сестры неженатые, ну, и в Англии, и в России, где угодно, и в Удмурдии. Сейчас соответствуют ли няне тем задачам, которые ставит перед собой православная семья. Вот позвонил врач и сказал, что вы хотите. Хотите, чтобы ребенок был, если у вас нет дома совсем, похож на вашу няню или на вас? Вот тогда и думайте. Что вы на это ответите? Ну, ну, послушайте, ну, это же, опять же, какие-то крайности. Это вопрос нашей, так сказать, радиослушности. Ну, вот, ответ-то простой. Если тебе не нужна семья, тебе не нужен ребенок, и ты всю свое время тратишь на карьеру, ну, тогда пожинай плоды через 10 лет и получай ребенка, который будет в тебя плевать и не знать тебя и так далее. Но это же не означает, лично няне не означает то, что она будет воспитывать его ребенка. Вера какая-то должна быть. Пускай няня. Уходит и знает дистанцию, на которой она имеет право приближаться к твоим детям. В плане воспитания, в плане общения и во всех остальных... То есть надо идти царским путем. Ну, надо просто все взвешивать и поступать разумно. И поэтому здесь, мне кажется, нет проблем, если ее специально не создавать. Если вам не нравится няня, поменяйте ее. Вот так ответили бы эти женщины. Хорошо? Нет, и даже, знаете, так. Итак, если, во-первых, няня не выбирается. Во-вторых, если есть два выхода из этой ситуации, когда женщине придет тяжело, что ей легче? Гулять с детьми, да, и, в общем-то, да, допустим, как-то заниматься ими, обучать их. А взять тогда можно помощность в хозяйстве. То есть она убирает дом, гладит, стирает там, да, и что-то по твоему там готовит или там как-то, да. Вот ты приходишь, у тебя чистый дом, убрано, все наглажено. Или берешь, или тебе некоторым просто легче морально, эмоционально отдохнуть, да, детей, когда их там много, когда тяжело, да. Тогда няня гуляет с детьми, а ты в тишине... Ну, конечно, еще добавлю сейчас, перед этим мы ответим на звонок, что, конечно же, мы, вот так глубоко погружаясь в тему няни, все же немножко уходим от темы общей, потому что, конечно же, все же мы понимаем, что няни – это удел людей среднего достатка, живущих в больших городах. Конечно, конечно, конечно. Но поскольку и наши радиослушатели в самых разных находятся условиях, и далеко не все могут тратить деньги на нянь, то поэтому тут нужно все это учитывать, взвешивать и понимать, что это не то, что происходит. Ну, и сейчас, в принципе, мы спросим про детский сад, Борис спрашивает. Но пока у нас звонок. Добрый вечер. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот к вопросу о няне, и меня как-то очень насторожил вопрос о няне-узбечке, и не только, вот у нас много всяких национальностей сейчас в России, и, по-моему, это очень-очень опасно. Чем же это опасно? Во-первых, вот вы, как вы считаете, стал бы Пушкин Пушкиным, если бы его воспитывала не Арина Родионова, Родионовна. Это, во-первых, потому что ребенок все-таки должен воспитываться на русской культуре, русской речи, русских сказках, русских традициях, песнях русских. И никогда ребенок не станет русским православным, если он трех лет не слышит русские народные песни и русские народные сказки, поговорки. И вот я, например, считаю, что я пришла уже во взрослом возрасте совсем к православию, только потому что бабушка моя старенькая совсем, я вспомню ее всю жизнь, что она под нос шутала какие-то молитвы, когда я была пионеркой, пыталась ее в чем-то переубедить, и потом комсомолкой, но все равно это в генах, это осталось на всю жизнь. И рано или поздно я бы пришла к православию, даже если бы у нас в стране мораль не изменилась. И еще один вопрос, тоже по поводу узбечек и всех прочих национальностей в качестве нянь дома. У меня две знакомые мои, которые очень сильно разочаровались в женщинах, несмотря на то, что якобы они мусульманки, не знаю, насколько мусульманки узбечки, но вели себя совершенно непристойно в свое отсутствие, и пришлось с одной и с другой расстаться. Ну, это частный случай, да, мы сейчас начали о принципе, спасибо вам. Распределите вопрос о нянь. Ну, что касается узбечек, то есть, конечно, какая-то точка зрения, которая может иметь право на существование. Действительно, это люди другой религиозной культуры. Другой культуры. Другой культуры, но тут надо просто все взвешивать. Мы, когда выбирали между какими-то людьми, которые будут нам помогать, ну, действительно, мы не, при возможности какой-то, не брали на работу людей, как бы, очевидно выраженной исламской версии. Ну, да, она говорит, ну, да, я мусульманка, но я никому не мешаю, я здесь 7 раз в день не совершаю намазы. Да, нет, она там чем-то там в своей комнате занималась, там один раз, наверное, это никто никогда не видел, никакого навязывания, никакого. Но наоборот, вы знаете, что я вам скажу, ну, пусть меня кто-то не поймет, но правильное знакомство детей с другой культурой, в этом нет ничего плохого. При том, что ты знакомишь своих детей, не знакомишь, точнее, ты в качестве основы и базы своим детям прививаешь свою православную русскую культуру. Если у них есть основа и база, то им ничего страшного нет в том, что у них няня-узбечка, филиппинка, украинка, молдаванка, я не знаю, кто бы то ни был еще. Ничего страшного, если мы сами теряемся, то тогда, конечно, мы сковы. Да, я не очень поняла вопрос про песни и поговорки. Если ты мама, если у тебя дети, так по их, какие проблемы. Ну, нельзя же, слушайте, ну, это какие-то совсем уже крайние случаи, то есть ты настолько любишь, как бы, своих детей, что ты никому вообще не должна их доверять. Это, вы знаете, это мы уходим в такое, мне кажется, вот я самая, я лучше знаю никак. Есть много других людей, которые дадут твоему ребенку что-то по крупицам. Да, ты должна, как мама, как родители, папа, должна выбирать этого человека и очень внимательно смотреть на него, внимательно относиться к нему, присматриваться, диктовать свои правила. Непременно, ты хозяин в доме, ты мама, ты, как бы, если человек... Хозяин в доме, мама. Вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Продолжение следует... 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 Немножечко в действительность, да, вызываем, мы, знаете, я для себя лично вот нашла некую формулу, которая детей заставляет, да, задумываться о своем поведении. Знаете, я, когда что-то случается, я им говорю, скажи, пожалуйста, а вот, вот ты христианин, очень хорошо, ты ходишь в храм, ты такой хороший, на тебя все смотрят, ты такой замечательный, ты стоишь красивый, стараешься, белую башку одеваешь и вообще там ходишь, например, ты на исповедь уже ходишь, на причастие, а вот ты поступаешь как христианин или нет? Я хочу сказать, что детям шести, примерно, семи лет, можно говорить это смело, дети знают уже Евангелие, давай вот Евангелие, да, вот ты знаешь его, а как, как бы вот, как ты, как христианин, вы знаете, они очень все понимают, мы стараемся с детьми иногда говорить, к сожалению, как с маленькими непонятными существами, которые понимают все это, должны быть через сказки. Как будто взрослая игрушка такая. Да, да, ты начинаешь как на каком-то маленьком языке с ними разговаривать, ты должен серьезные вещи им говорить, готовить их, потому что жизнь, и к этому мы сейчас понимаем, что даже когда я росла, когда мы с вами росли, была другая жизнь, и сейчас мера сократилась, вот сейчас грязь, все искушение, все зло, которое лежит, оно лежит на расстоянии одного крика мышкой. Ну да. Вы знаете, это, для нас это было недоступно, сейчас достаточно просто в Яндекс открыть, и дальше ты как бы, скажите. Все вывалится. Ты вывалится, ты есть, да, но как, насколько мы должны детей к этому готовить, и насколько серьезно, и мне кажется, что они должны быть в этом смысле уже взрослыми с маленьких лет. Поэтому, знаете, вот лучшее наказание, мне кажется, для них, это когда ты начинаешь ворочать их совесть, начинаешь ее на поверхность доставать, иногда очень тяжело это происходит, но именно через те вещи, которые мы постоянно говорим, которые постоянно церковь заставляет на каждом богослужении, говорит им, через Евангелие, через понятие, через богослужение все. И просто иногда у нас эти связи не возникают, но мы должны это делать, мы должны им объяснять, что происходит на службе, почему, что такое. В общем, понимаете, дети иногда стоят и не понимают, что происходит, ну, причастие, здорово, что это такое, почему это, а что это тело Христоса, откуда это взялось, почему Христос за нас пролил кровь. И вот, хорошо, вот он распят на кресте, да, а вот ты как-то относишься к этому событию сейчас? Да, нет, да, и разве так можно поступать? Понимаете, поэтому мне кажется, что очень много можно словами решить. Спасибо, матушка, еще вопросы у нас тут давно ждут, да, пожалуйста. Вы же послушали, наверное, нет, да, да, говорите. Алло, здравствуйте. Да, вы все слышали, все. Вот мой муж хотел задать вопрос об усыновлении детей. Чего-то несколько раз звонили, рассоединяют. Ну, тут, конечно, вот, да, это вот... Алло, Валентин Владимирович, здравствуйте, здравствуйте, гости у вас. Дело в том, что меня просто рассоединят, я звоню, Александр. Валентин Владимирович, я хотел матушке Варваре задать вопрос такой. Вот у нас внучка маленькая, сейчас есть ей, сейчас 2,5 годика, чуть-чуть больше. У нас, у нас здесь родилась еще внучка год назад, но она всего 10 дней дома была, потом в больнице, вот она отошла ко Господу в прошлом году. А вот эта вот девочка наша, которая сейчас, Лиза, она помнит ее. Вот скажите, могут ли они сейчас усыновить какую-нибудь девочку, допустим, потому что она ее помнит, для нее травма эта, как вот на эту мальчику Варваре? Еще одну девочку. И второй вопрос такой, Лиза, мальчику Варваре. Лучше вот девочку воспитывать дома, если есть возможность, или в детский сад все-таки отдавать, потому что в то время раньше эта проблема не была, а сейчас как-то вот опасно. Спасибо большое. Спасибо, да, матушка, но недолго вам. Так, я постараюсь, долго очень говорю. У нас есть приемный ребенок, он второй. Вот видите, как интересно. Да. Что касается усыновления. Усыновление – это процедура, которая сейчас занимает, ну, достаточно быстрое время, но нужно пройти школу приемных родителей. Это так быстро не получится. Завтра нельзя прийти в детский дом и взять. Это правильно. Почему? Потому что усыновление – это даже не рождение собственных детей. Это очень сложно. Это намного тяжелее. Потому что возникают какие-то ситуации, в которых ты совершенно с усыновленным ребенком не будешь готовым. К этому нужно готовиться. Вы к рождению детей готовитесь 9 месяцев, к усыновлению тоже надо готовиться. Я не знаю, насколько это, как можно меня спрашивать об этом, надо брать ребенка или не надо. Это родители должны решать, готовы ли они понести этот труд или не готовы они понести этот труд. Ну, в смысле, как промыслительно. Вы тут же ответили. Вот как знал человек-то? Труда гораздо больше, чем можно себе представить. Не нужно этот процесс как-то педалировать и ускорять. Уже все взвешивать сто раз. Это очень непростая история. Должно быть обоюдное решение. Опять же, никому это нельзя. Вот мы никому не советуем. Потому что все нужно взвешивать сто раз. Вот это вот тоже наш активный, агрессивный пропаганк. Давайте все усыновим по 10 детей. Это тоже может привести к очень плачевным результатам. Мы знаем, о чем мы говорим. Двух родилов, нового сыновей. Все взвешивать. Во всем думать и измерять свою совесть. У нас остается немного времени. Мы не ответили на все вопросы, которые поступают нам письменно. И, наверное, еще будем отвечать. И Бог даст и, может быть, продолжим передачу в том же составе. Потому что очень много всего осталось. А нам нужны практические ответы все-таки на наши вопросы. И все-таки коротко, в самом конце. У нас 2 минуты, наверное, примерно. Да, даже одна. О, ну тогда. Тут такое просто, как молиться взаимной любви в семье. Вот. Вам очень коротко я начну прощаться. Вам, отец Александр. Вы это священник. Да, чтобы вот это все, то, о чем мы говорили сегодня в передаче, сохранялось и сохранилось в гармонии. Как вы молитесь? Искренне и регулярно, так, чтобы эта молитва была какой-то частью твоей жизни. Да. Знаете, я хочу сказать, что молитва матери, она сотворяет чудеса. Об этом нельзя забывать. Сколько бы мы ни пытались, какие бы события ни возникали, молитва матери покрывает все. И еще секундочку. Знаете, я хочу сказать, что дети – это весело. Это очень здорово. Это хорошо. Видите, как закончили сегодняшнюю передачу. Радуйтесь и веселитесь, когда вы многочадны, сказала нам матушка Варвара, супруга, священника, известного вам Александра Волкова. В эфире была передача «Любовь и верность». Ну вот и нашим гостям задавал вопросы, пытался с ними беседовать. Я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». До свидания, мир вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...